В 334 году до н.э. Александр, царь Македонии, начал одну из величайших военных кампаний в истории против сверхдержавы той эпохи – Персидской империи. Ему было всего 20 лет, но он блестяще и бесстрашно командовал войсками, выигрывая битву за битвой. И в удивительной десятилетней кампании, которая привела его на край известного мира, он создал одну из крупнейших империй когда-либо известных. Немногие люди оказали такое огромное влияние на ход истории. Для Персов он был Александром Проклятым, но на Западе он был увековечен как Александр Великий. Древняя Греция Начиная примерно с 500 года до н.э., эта суровая земля стала ареной удивительных событий в искусстве, философии и военном деле. Двумя величайшими городами-государствами были Афины, военно-морская держава, где процветали демократия, искусство, драма и философия. И Спарта – суровое милитаристское общество, славившееся своей грозной армией. В 480 году до н.э. эти два государства объединили свои силы для борьбы со вторжением могущественной Персидской империи. На узком Фермопильском переходе небольшое греческое войско во главе с 300 спартанцами в течение трех дней сдерживало огромную персидскую армию, прежде чем они были окончательно окружены и убиты. Затем, в Соломинском проливе, греческий флот разгромил персидский флот. Но они не смогли предотвратить сожжение персами священных храмов Афинского Акрополя. На следующий год при Платеях греки выиграли решающее сухопутное сражение против персов и заставили их отказаться от вторжения. Следующие 50 лет были золотым веком классической Греции. Но растущая напряженность между Афинами и Спартой, а также их союзниками, в конечном итоге привела к войне, втянув греческий мир в десятилетия разрушительной борьбы. Войны между греческими городами-государствами продолжались почти столетия, оставив их истощенными и уязвимыми перед новой восходящей державой на севере. На протяжении веков искушенные греки считали горное королевство Македония задворками, едва ли вообще греческими. Но при царе Филиппе II Македония превратилась в грозную военную силу. Самая известная его реформа – введение «Сарисы» – пятиметровой пике, вдвое длиннее обычного греческого копья, которое использовалось обученной пехотой, сражавшейся в тесном строю, известном как «Фаланга». В 338 году до н.э. в битве при Херонии армия Филиппа разбила объединенные силы ФИФ и Афин. Путем союзов и завоеваний Филипп уже получил контроль над большинством своих соседей. Теперь, после этой битвы, он объединил всю Грецию в союз, известный как «Эллинская лига» или «Коринфский союз» с Филиппом в качестве гегемона или верховного главнокомандующего. Только «Спарта» осталась в стороне. Филипп начал планировать Великую Компанию – Панеллинскую или Общегреческую войну против Персидской империи. Их старый враг представлял из себя слабеющую сверхдержаву, ее огромные богатства уже созрели для захвата. Но накануне начала войны Филипп был убит собственным телохранителем, став жертвой жестоких придворных интриг Македонии. Его сменил 20-летний сын Александр. Блестящий, непоседливый, воспитанный великим философом Аристотелем и уже опытный полководец. Александр унаследовал грандиозный план своего отца по вторжению в Персию, но сначала ему нужно было обеспечить свое собственное положение царя. У себя дома он казнил потенциальных соперников, затем подавил восстания в Иллирии, Фессалии и Центральной Греции. Особый пример он подал Фивом, полностью разрушив древний город и продав его жителей в рабство. Весной 334 года до нашей эры, готовый начать войну против Персидской империи, Александр повел свою армию через Гелеспонд в Малую Азию. Это было начало одной из величайших военных кампаний в истории. Армия Александра насчитывала около 40 тысяч человек, собранных со всех концов Греции. Пехотой командовал опытный македонский полководец Парменион. В первой шеренге 9 тысяч македонских фалангитов, вооруженных 5-метровыми сарисами. Это были профессиональные солдаты, хорошо обученные и натренированные, выстраивающиеся для боя в фалангу глубиной в 16 шеренг. Этот строй представлял собой сплошную стену из железных наконечников копий и был практически неудержим. Но им также было трудно маневрировать, и он был очень уязвим для атак с флангов или тыла. Поэтому 3 тысячи элитных пехотинцев, гипоспистов или щитоносцев, вооруженных более короткими копьями, охраняли ее фланги. Ими командовал сын Пармениона, Никонор. Вторая линия армии Александра состояла из 7 тысяч греческих союзников и 5 тысяч наемников, вооруженных как гоплиты. Они получили свое название от гоплона, большого круглого щита, и несли более короткие, трехметровые копья. Фаланга гоплитов была не столь эффективна, как македонские фалангиты. Однако для того времени она была хорошо вооружена и тяжело бронирована. Агриане были элитными стрелками армии, искусными копьеметателями с территории нынешней Южной Болгарии. Другие застрельщики из Фракии и Иллирии были вооружены дротиками, пращами и луками. Ударным отрядом армии Александра были гиттайры. 1800 элитных всадников, вооруженных копьем и мечом, которыми командовал Филота, еще один сын Пармениона. Александр лично возглавлял царскую конницу. Также были 1800 всадников из Фессалии под командованием Каллоса, 600 всадников из других частей Греции под командованием Эрегия и 900 конных разведчиков из Фракии и Пионии под командованием Кассандра. Великая Персидская империя была разделена на провинции, называемые Сатрапиями. Каждая Сатрапия управлялась правителем или Сатрапом. Жители Малой Азии, которым теперь угрожало вторжение Александра, собрались, чтобы обсудить стратегию. Мемнон Радосский, опытный греческий полководец на персидской службе, убеждал их избегать сражения с Александром. Вместо этого он посоветовал им использовать стратегию выжженной земли, сжечь деревни и посевы и уйти вглубь страны. Армия Александра, по его словам, быстро погибнет от голода. Это был хороший совет, но Сатрапы не хотели оставлять свои провинции без боя. Поэтому они решили встретить армию Александра у реки Граник. Персидская армия расположилась за рекой, неглубокой, но шириной 18 метров, с крутыми берегами. Передовая линия состояла из конницы, около 10 тысяч всадников со всей империи. Медяне и герканцы из современного Ирана, бактрийцы из Афганистана и пафлагонцы из Черноморского побережья Турции. Позади, в резерве, находилась пехота. Несколько тысяч греческих наемников, обычное явление в персидской армии того времени. Эти люди сражались за персидское золото и были вооружены круглым щитом и коротким копьем гоплитов. Возможно, персы не были уверены в том, что могут доверить этим людям сражение с греками, и поэтому поставили их в тыл. Александр, решив атаковать и уничтожить персидские силы, прежде чем они смогут отступить, помчался к Гранику со своими лучшими войсками. На левом фланге он разместил фессалийскую, греческую и фракийскую конницу под командованием Пармениона. В центре выстроилась мощная ударная фаланга, шестью полками, которые командовали Пердикка, Кен, Аминта, Филипп, Мелиагр и Кратер. Справа сам Александр с гитаярами под командованием Филота, а также элитные гипосписты, агрианские копьеметатели и лучники. Александр, имея 13 тысяч пехот и 5 тысяч кавалерий, в целом, вероятно, был немного в меньшинстве. Но, проигнорировав совет дождаться рассвета и переправиться через реку, он приказал немедленно атаковать и отправил часть гитаяров вброд через реку, за ним последовал полк гипоспистов и легкая кавалерия пианийцев. Призвав своих людей проявить мужество, Александр повел свое правое крыло через реку. Дойдя до середины реки, греки попали под град копий, тротиков и стрел со стороны персов. Те, кто добрался до дальнего берега, были немедленно атакованы персидской конницей. Александр находился в гуще сражения. Он первый бросился на персов, устремившись туда, где сбилась вся их конница, и стояли их военачальники. Вокруг него завязалась жестокая битва. Конь бросался на коня. Человек схватывался с человеком. Македонцы стремились оттеснить персов совсем от берега и прогнать их на равнину. Персы помешать им выйти и столкнуть обратно в реку. Атака Александра казалась безрассудной. Но он выигрывал время, чтобы остальная часть его армии переправилась через реку, включая неодолимую македонскую фалангу. Внезапно Александр сам оказался в опасности, когда на него напали два знатных перца. В это мгновение на Александра кинулся рисак и ударил его по голове кинжалом. Он разрубил шлем, но шлем задержал удар. Александр сбросил и его на землю, копьем поразив его в грудь и пробив панцирь. Спифридат уже замахнулся сзади на Александра кинжалом, но Клит, сын Дропида, опередил его и отсек ему от самого плеча руку вместе с кинжалом. Теперь греческая армия находилась за рекой, и персидская конница столкнулась со стеной македонских копий. Большинство развернулись и бежали. Из-за скорости и внезапности атаки Александра, греческие наемники Персии даже не успели присоединиться к битве. Александр, в ярости от кровопролития, или, возможно, считая этих греков предателями, проигнорировал их призывы о пощаде. Наемники были окружены со всех сторон и уничтожены. Александр одержал великую победу. Малая Азия отныне находилась в его власти. Но Персидская империя все еще была страной огромного богатства и могущества. Она уже мобилизовала свои огромные ресурсы, чтобы противостоять ему. И если Александр хотел покорить эту империю и занять свое место в истории, ему предстояло сразиться с самим Дарием, царем царей. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. В 334 году до нашей эры Александр, 21-летний царь Македонии, возглавил коалицию греческих войск против величайшей державы эпохи Персидской империи. Он возглавлял армию опытных ветеранов. В ее основе были бойцы македонской фаланги, вооруженные пятиметровой пикой Сарисой, и его конная гвардия Гетайры. Вместе в битве при Граннике они одержали первую решительную победу над Персидской армией. Теперь, когда Александр подошел к Сардам, столице персидской провинции Лидия, ее командующий сдался без боя. Но прежде чем Александр смог продвинуться дальше, ему необходимо было нейтрализовать военно-морскую мощь Персии. Персия обладала мощным флотом с крупными военно-морскими базами в восточной части Средиземного моря, которые могли потенциально перерезать его пути сообщения с Грецией. Вместо того, чтобы противостоять Персам на море, Александр решил атаковать их ближайшие базы. Греческие прибрежные города Милет и Галикарнас. Оба города оказали упорное сопротивление, но к зиме были взяты. Следующей весной 333 года до н.э. Александр продолжил свое продвижение в Ликию и Фригию. В Гордионе ему показали легендарный Гордиев узел. Пророчество гласило, что тот, кто сможет распутать его, будет править всей Азией. Александр просто взял свой меч и разрубил его пополам. Тем временем Мемнон Радосский, опытный греческий полководец на персидской службе, повел персидские военные корабли в Игейское море и захватил острова Хиос и Лесбос. Но после внезапной смерти Мемнона от болезни наступление было прекращено. Прошло 18 месяцев с тех пор, как армия Александра пересекла Гелеспонд и вторглась в Персидскую империю. Теперь Александр вел своих людей в Киликию и вскоре собирался перейти через Нурский хребет в Сирию. Но тут, позади греческой армии, на севере, появилась главная персидская армия под командованием самого царя Дария Третьего. Дарий был полон решимости заманить в ловушку и уничтожить армию Александра, которую он превосходил почти два к одному. Поэтому он перекрыл единственный путь отступления Александра, переместив свою армию на прибрежную равнину возле Исса, шириной всего 9 километров между горами и морем. Узкое поле боя заставило бы Александра сражаться, но оно также не позволило Дарию использовать свое огромное численное преимущество. Его армия, по некоторым оценкам, насчитывала до 100 тысяч человек. В ней были лучшие воины его огромной империи, включая 10 тысяч его отборной личной гвардии, известной как «Бессмертные». Его лучшая конница была сосредоточена на правом крыле, ближе к морю, поскольку там земля была лучше для лошадей. В центре располагалась пехота, греческие наемники Гоплиты. Персидская пехота формировала его левое крыло. Александр развернул свою собственную армию для сражения, снова доверив левое крыло, ближайшее к морю, Пармениону с греческой кавалерией и пехотой. В центре, как всегда, находилась македонская фаланга. Александр расположился со своими лучшими войсками на правом крыле, в направлении горных склонов. Его элитные агрианские копьеметатели, лучники, а за ними гипосписты и гитайры. Когда Александр увидел численность персидской кавалерии, противостоявшей Пармениону слева, он перебросил свою фессалийскую кавалерию на подкрепление. Несмотря на подавляющую численность, Дарий занимал позицию за небольшой рекой Пинар и ждал нападения Александра. Александр обратился к своим людям, побуждая их сражаться храбро, называя некоторых по именам. Затем, во главе правого крыла своей армии, он пошел в атаку. И снова скорость и сила македонского наступления заставила врага отступать. Но в центре поля боя македонская фаланга попала в беду. Стараясь не отстать от Александра, ее строй нарушился. Теперь, в ожесточенной схватке с греческими наемниками Дария, фаланга медленно отступала назад. Александр, видя опасность, перегруппировался и повел гитайров в атаку прямо на персидский центр. Греческие наемники, которым угрожали с фланга, вскоре были отброшены, и македонская фаланга смогла возобновить наступление. Александр с боем пробивался к великому царю Дарию. Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с этим явно безумным и бесстрашным македонским царем, Дарий бежал с поля боя на своей царской колеснице. Тем временем, македонское левое крыло под командованием Пармениона вело отчаянную борьбу с лучшей персидской кавалерией. Если бы персам удалось прорваться здесь, они могли бы окружить армию Александра и вырвать победу из пасти поражения. Но Парменион и его войска упорно сражались и продолжали сдерживать персов. Когда весть о том, что Дарий бежал, распространилась среди его войск, они отказались от боя и попытались спастись. Битва превратилась в резню. Птолемей, один из македонских командиров, рассказывал Александру, что погибших персов было так много, что его люди использовали их для засыпки глубокого оврага, чтобы перебраться через него. Битва при Иссе была ошеломляющей победой Александра. Среди победных трофеев были жена, мать и трое детей Дария, взятые живыми и получившие достойное обращение от Александра. Когда персидская армия отступила, Александр перешел к покорению западных территорий Персидской империи. В следующем, 332 году до нашей эры, прибрежные города Финикии подчинились Александру, положив конец персидской морской мощи в Средиземноморье. Но островной город Тир оказал сопротивление. Защитники Тира сражались храбро и умело. Даже когда Александр начал возводить насыпь на остров, защищенную двумя гигантскими осадными башнями, они контратаковали своими кораблями. Но через 7 месяцев стены города были прорваны и Тир пал. Большинство его жителей были убиты или обращены в рабство. Газа тоже была взята в осаду. Александр продолжил путь в Пелусий, в дельте Нила, где персидский наместник Египта сдал Александру всю провинцию вместе с царской казной. В Мемфисе жрецы этой древней земли приветствовали Александра как освободителя от персидского владычества и короновали его фараоном. В устье Нила он основал новый город Александрию. Затем отправился к Оракулу в пустыню Сива, где, по некоторым данным, жрецы приветствовали его как сына Омона, царя богов. Александр вернулся на восток, в Тир, где в 331 году до н.э. получил известие о неприятностях на родине. Несмотря на его великие победы над персами, многие греки считали Александра тираном. Царь Спарты Агис при поддержке персов начал восстание против Македонии. Антипатор, полководец Александра в Греции, уже имел дело с восстанием в Афракии. Он быстро двинулся на юг и встретился с Агисом в битве у города Мегалополя. Даже легендарные спартанцы теперь не могли сравниться с македонской военной мощью. Спартанская армия была разбита. Среди павших был и сам царь Агис. Вновь обезопасив свой тыл, Грецию, Александр отправился в сердце Персии, стремясь к последней схватке с Дарием. Он получил письмо от персидского царя, который предлагал ему целое состояние в золоте, дочь в жены и половину своей империи в обмен на мир. Но, ошеломляющие победы Александра, все оракулы и восклицания убедили его в том, что его судьба – править миром. Он отверг предложение персидского царя. Ему не нужна была половина империи. Он шел, чтобы взять ее всю. В 334 году до нашей эры Александр, 21-летний правитель небольшого греческого царства Македония, возглавил вторжение в огромную персидскую империю. Это казалось невозможным. Но благодаря военному превосходству греков и бесстрашному руководству Александра он выиграл две великие битвы против персов при Гранике и при Иссе. Покорив персидские земли к западу от реки Евфрат, он двинулся на восток, в самое сердце империи, в поисках последней схватки с персидским царем Дарием III. Получив известие о том, что большая персидская армия во главе с Дарием собралась в Гавгамеллах, недалеко от современного Масула в Ираке, он направился прямо туда. Это был последний шанс Дария остановить Александра и шанс Александра сокрушить персидскую империю раз и навсегда. Дарий решил сражаться на открытой местности, где его преимущество в численности было бы более ощутимым. Его солдаты также приложили все усилия, чтобы расчистить и выровнять местность и сделать ее пригодной для персидских боевых колесниц. По современным оценкам, персидская армия насчитывала от 50 до 80 тысяч человек и состояла из контингентов со всей империи. Пехота из Сирии и Вавилонии, конница из Армении, Индии и Средней Азии, до 200 колесниц с косами и даже несколько боевых слонов. Армия Александра была меньше и, вероятно, перевес в сторону персов составлял 2 к 1. Он расположил свои части в обычном порядке. На левом фланге фракийская и фессалийская конница под командованием Пармениона. В центре – македонская фаланга. Каждый вооружен 5-метровой пикой Сарисой. На правом фланге Александр со своей элитной кавалерией, гитайрами и своей лучшей пехотой, гипоспистами. Именно с этими подразделениями Александр планировал начать свою главную атаку. Греческие гоплиты образовывали вторую линию и поддерживали оба крыла, которые были отклонены назад для защиты от окружения персами. Сражение началось, когда Александр повел свое крыло вправо, ход, который застал персов врасплох. Неужели Александр действительно пытается окружить их огромную армию? Персы повторили его движение, уводя войска из центра, чтобы обойти Александра с фланга и не дать ему покинуть территорию, которую они расчистили для персидских колесниц. Но необычный маневр Александра был ловушкой, чтобы заманить персов и ослабить их центр. Когда он увидел, что это сработало, он приказал своей греческой кавалерии атаковать, чтобы удержать персов на месте. На правом фланге развернулась гигантская кавалерийская битва. Тем временем Дарий, решив, что это решающий момент, пустил в ход свои колесницы. но опытные агреанские копьеметатели уничтожили лошадей и экипажи, а греческая пехота расступилась, позволяя колесницам пройти без вреда. Теперь Александр повел своих гитайров и македонскую фалангу в атаку прямо на ослабленный центр персов, пробиваясь к самому Дарию. Внезапная яростная атака Александра повергла персов в панику. Центр армии был сломлен и разбит. Сам царь Дарий возглавил бегство. Но левое крыло Александра оказалось в серьезной опасности. Парменион, столкнувшись с мощным натиском персидской конницы, был практически окружен. Индийские и эскифские всадники даже проскочили через брешь в греческой линии. Но вместо того, чтобы повернуть и напасть на греков с тыла, они понеслись дальше, чтобы разграбить их лагерь. Парменион обратился к Александру с отчаянным призывом о помощи. Царь оставил преследование Дария перегруппировался и атаковал правое крыло персов. Это был самый тяжелый и кровопролитный бой в битве, унесший жизни 60 гитайров Александра. Наконец, когда весь объект Ствидария распространилась по полю боя, последние персидские всадники повернули и бежали. Битва при Гавгамеллах была ошеломляющей и полной победой Александра. Согласно древним источникам, он потерял всего несколько сотен человек, в то время как персы потеряли тысячи. Александр разгромил огромную армию Дария и теперь дорога на Вавилон, главную столицу империи, была открыта. Македонский царь с триумфом вошел в великий город, признанный персидскими чиновниками новым законным правителем. То же самое произошло и в городе Сузы, где Александр торжественно занял свое место на царском троне Персии. В горах Загроса у перевала, известного как Персидские ворота, отважные персидские войска в течение месяца удерживали армию Александра. В конце концов, греки нашли горный путь, обходящий их позиции, что позволило им окружить и уничтожить защитников. В начале 330 года до нашей эры Александр достиг Персеполя, церемониальной столицы империи. Александр хотел предстать перед персами как освободитель, как законный преемник царя Дария. Но теперь он приказал разграбить и сжечь Персеполь, возмездие за вторжение персов в Грецию и сожжение священных храмов Афин в 480 году до нашей эры. После Александр направился на север в Медию, где Дарий укрылся в царском городе Экбатана. Александр был полон решимости схватить Дария, но беглый царь бежал на восток в надежде собрать новую армию в провинциях Парфия, Бактрия и Сагдиана. Этому не суждено было сбыться. Когда Александр приблизился, персидский царь был убит одним из своих наместников, Бессом, который затем провозгласил себя новым правителем империи. Александр отдал приказ похоронить Дария в царских гробницах Персеполя вместе с его предками. Затем он сделал паузу, чтобы привести в порядок свою огромную новую империю. Александр назначил наместников, которые будут управлять провинциями от его имени, оставив на своих постах нескольких персов, поклявшихся в верности. Затем он возобновил свой поход на восток. Его цель – найти и убить узурпатора Бесса, подчинить себе восточные провинции и империи и достичь дальнего края мира. В возрасте всего 22 лет Александр, правитель небольшого греческого королевства Македония, возглавил вторжение в огромную персидскую империю. После ряда побед он сокрушил военную мощь персов в битве при Гавгамеллах и занял персидский трон. Теперь, в 330 году до нашей эры, Александр продолжил свой поход на восток. Его цель – найти и убить Бесса, персидского узурпатора, претендовавшего на роль законного царя, и подчинить себя восточной провинции империи. Александр направился сначала в Ариану, ныне часть Афганистана, где персидский правитель Сати Барзан поднял восстание после того, как вначале сделал вид, что подчинился Александру. Восстание было подавлено, а Сати Барзан убит в одиночном бою греческим кавалеристом. Неподалеку Александр основал город Александрия в Ариане, современный Герат, один из примерно дюжины городов, которые Александр со временем основал, и почти все они носили его имя. Дальше Александр отправился в Фарах. Македонский двор имел давнюю традицию заговоров и убийств. За шесть лет до этого собственный отец Александра, царь Филипп, был убит своим телохранителем. Теперь ему сообщили, что Филота, командир его конницы, раскрыл заговор с целью убийства Александра, но держал его в тайне. Филота и его отец Парменион были одними из самых уважаемых командиров Александра и сыграли решающую роль во всех его великих победах. Но когда Филота под пытками признался всодеянным, Александр казнил его. А затем послал убийц в Экботану, где Парменион был наместником, чтобы убить его еще до того, как он узнает о смерти сына и получит шанс выступить против Александра. В 329 году до нашей эры Александр возобновил преследование беса. По пути он основал город Александрия-Арахасия, современный Кандагар в Южном Афганистане. Когда он достиг Кундуза, бес был предан своими людьми и передан в цепях. Македонский отправил его обратно в Персию для казни, как цареубийцу. Александр продвинулся до современного Таджикистана, где против него восстали сагдийцы. Ему пришлось отбивать нападение местных племен и взять несколько городов штурмом. на берегу реки Ексарт он основал город Александрия-Эсхата, что означает Александрия-Дальняя, названная так потому, что он наконец достиг границ Персидской империи. На эту границу часто совершали набеги кочевники, известные грекам как Скифу. Александр заманил их в решающую битву у Яксарта. В результате македонский царь одержал сокрушительную победу, которая положила конец набегам. Но борьба с бактрийскими и сагдийскими племенами продолжалась, досаждая Александру и вынуждая его ввязаться в тяжелую партизанскую войну. К этому времени многие македонские войска были недовольны Александром. Большинство из них годами не видели своих домов, но их царь, казалось, был настроен на бесконечные завоевания. Хуже того, он начал перенимать ритуалы и одежду своего побежденного персидского врага, обычаи, которые они считали женоподобными и упадническими. В Мараканде, современном Самарканде, после яростного пьяного спора Александр убил Клида Черного. Клид был одним из лучших генералов Александра и человеком, который спас ему жизнь в битве преграники. Александр был полон раскаяния, но его растущая высокомерие отталкивало все больше и больше старых товарищей. Когда он попытался заставить своих соотечественников исполнить традиционный персидский ритуал Проскинеза преклонить колено перед царем, он перешел черту. Для греков это было кощунством. Только Бог достоин такого уважения, и Александр был вынужден отступить. В Бактрии был раскрыт еще один заговор с целью убийства Александра. На этот раз зачинщиком был царский Паш, один из сыновей македонской знати, присутствовавших при царе. Гермалай был страшно озлоблен на Александра из-за кажущейся несправедливости. Его вместе с сообщниками пытали, а затем забили камнями до смерти. Галюсфен, официальный историк Александра, также был замешан в заговоре. Его бросили в тюрьму, где он позже умер. Тем летом 327 года до нашей эры, согласно легенде, Александр был очарован красотой Роксаны, дочери бактрийского Сатрапа. Их брак был также разумным политическим шагом, который помог положить конец местному восстанию против его правления и позволил ему продолжить свой поход в современный Пакистан и Индию. Пакистан Александр готовился покорить самые восточные провинции Персидской империи, которые еще не признали его царствованием. Для этого ему сначала нужно было пересечь горы Гендукуш и достичь долины реки Инд. Продвигаясь двумя колоннами, его армия выиграла ряд стычек с Аспасиой и Ассакани, пробиваясь в долину Свад на севере Пакистана. После ожесточенной осады Александр взял Ассаканскую столицу Массагу. Согласно легенде, в ней правила прекрасная царица Клеофис, которая родила Александру сына и ей было позволено сохранить свой трон. Правитель Таксилы, расположенный недалеко от современного Исламабада, заключил союз с Александром. Вместе они выступили в поход против Пора царя Пауравы в битве при Гидаспе. Это была самая кровопролитная битва Александра, поскольку боевые слоны Пора нанесли грекам огромные потери. Но несмотря на бесстрашие индийского царя, битва закончилась решительной победой Александра, в результате которой он получил контроль над Пенджабом. Александр хотел продвинуться в Индию, чтобы достичь великой реки, которая, по мнению древнегреческих географов, образует край света. Но у реки Гефасис, известной сегодня как Биас, его армия взбунтовалась. Его люди прошли тысячи километров. сражались в бесчисленных битвах и не видели своих домов восемь лет. До них дошли слухи о гигантских армиях, ожидающих их в Индии. Они отказались идти дальше. Александр был в ярости, но ему пришлось повернуть армию вспять. Он проследовал по рекам Пенджаба к морю. Путь занял десять месяцев. По пути он разбил Маллов, но во время штурма их столицы был ранен в грудь и едва не погиб. Достигнув побережье, часть армии под командованием Неарха села на корабли и вернулась в Персию по морю, проплыв через Армузский пролив и войдя в Персидский залив. Это было одно из величайших древних исследовательских плаваний, поскольку эти воды ранее были неизвестны грекам. Тем временем Александр повел остальную часть армии обратно по суше через пустыню Гидроссии, которая сегодня находится на юге Пакистана. Но сильная жара и нехватка пищи и воды привели к ужасным страданиям и многочисленным смертям среди его армии. По возвращению в Персию Александр казнил нескольких своих наместников и губернаторов, людей, обвиненных в несправедливом правлении и ограблении храмов и гробниц во время его долгого отсутствия на Востоке. В Сузах он устроил грандиозную по масштабу массовую свадьбу македонских офицеров с 80-ю персидскими аристократками, чтобы укрепить связи между двумя царствами. Сам Александр женился на двух персидских принцессах. Он также выплатил долги всем своим солдатам и приказал обучить 30 тысяч юношей со всей империи македонскому военному искусству. Но при описи его македонские войска взбунтовались. Они были оскорблены тем, что Александр явно предпочитал персидских советников и персидские обычаи. Александр казнил зачинщиков и обратился к солдатам с речью, напомнив им о славе, которую они завоевали вместе, что в конечном итоге привело к эмоциональному примирению. В Экботане от лихорадки умер самый близкий и доверенный друг Александра Гефестион. Царь был убит горем. Несколько дней не ел и приказал объявить по всей империи период публичного траура. Александр провел успешную кампанию против горных налетчиков Кассеи, которых не смогли покорить даже персидские цари. Вернувшись в Вавилон, он был встречен посольствами от далеких народов, пришедших признать его величие. Эфиопов, ливийцев, европейских скифов, луканов, этрусков, галлов и иберов. Бактрийская жена Александра Роксана была беременна. Но когда он планировал свой следующий поход в Аравию или за ее пределы, у него внезапно началась лихорадка и он умер через несколько дней в возрасте всего 32 лет. Причина смерти Александра так и не была установлена. Это могла быть малярия, холера, тиф или яд. Александр умер непобежденным в бою. Его репутация блестящего, бесстрашного и смелого полководца осталась непоколебимой. В результате его десятилетней кампании была создана одна из самых больших империй когда-либо известных, простиравшаяся от Греции до Пакистана. Но она была огромной и нестабильной, держалась только на его собственном величии и имени. Александр не оставил никаких завещаний о преемнике, и его генералы вскоре начали сражаться между собой за создание собственных империй. Во время войны Диадухов вдова Александра Роксана и его маленький сын были убиты. Его собственный золотой саркофаг, направлявшийся в Македонию для погребения, был похищен и оказался в Александрии в Египте. Сегодня его местонахождение остается одной из величайших неразгаданных тайн в мире. Немногие люди оказали такое влияние на ход истории, как Александр Македонский. Захватывающие дух достижения его короткой жизни положили начало эпохе эллинизма, когда греческие идеи распространились по всей территории его бывшей империи, соединяясь с местными традициями и способствуя новым достижениям в искусстве, науке, управлении и языке. Некоторые из царств преемников его великой империи были недолговечны, другие просуществовали века. Но все они в свою очередь пали под ударами новых сил, а на западе под натиском поднимающегося Рима. Редактор субтитров Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Бусти, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Нияд М.